Ребята, всем привет! В этом видео я хотел бы вам рассказать, как можно восстановить информацию жесткого диска, карты памяти, либо флешки, если случайно вы удалили фотографии, видеоролики, либо какие-то еще документы, или устройство заглючило. Самое главное правило, если это произошло на флешке, флешку обязательно извлекаем из компьютера. Если это произошло с картой памяти, обязательно карту памяти вынимаем из смартфона. Если удаление произошло на жестком диске, тогда в это место, где хранилась информация, не вздумайте ничего больше записывать, для того, чтобы не произошла перезапись информации. Поэтому это самое главное условие при восстановлении данных. В этом видео я покажу вам, как восстанавливать данные с флешки, но если вы будете восстанавливать данные с карты памяти, тогда вам понадобится вот такой вот картридер, куда вы ставите карту памяти, дальше его подключите в компьютер, он похож на флешку, и дальше эту информацию будете восстанавливать при помощи картридера. Для того, чтобы восстановить данные, вам понадобится программа For Didic, ссылку оставляю в описании под этим видеороликом. При помощи этой программы можно произвести восстановление удаленных файлов, восстановление NAS, восстановление отформатированного диска, восстановление потерянного раздела, восстановление внешнего устройства, восстановление неисправного компьютера, восстановление необработанных файлов, создание загрузочного диска WinPE, и т.д. Какие форматы файлов можно восстановить? Обратите внимание, фото, очень много форматов, видео, также различные форматы, аудио, офисные документы, электронная почта и архив, а также другие документы. Устанавливаем эту программу, жмем на кнопку скачать бесплатно и загружаем ее к себе в компьютер. Ссылка на этот сайт в описании. После загрузки у вас появится установочный файл, который нужно установить. Жмем два раза на файл, либо выбираем запуск от имени администратора. Появится вот такое окно, здесь жмем кнопку установка. И дожидаемся процесса установки, здесь будут указаны проценты, ждем когда будет 100%. Программа установилась буквально за одну минуту, теперь жмем кнопку запуск. Сейчас я вам покажу, как будет происходить восстановление информации с флешки. Так, вставил я ее в USB-хаб. Закинул на флешку для примера 4 фотографии и 4 видеофайла. Это файл очередного видео, который будет загружен на кулинарный видеоканал. Теперь выхожу из флешки в главное меню. И сейчас я флешку отформатирую. При вас вот жму, открываю меню, жму форматировать. И жму кнопку начать. Здесь подтверждаю, жму кнопку окей и дожидаюсь форматирования флешки. Форматирование завершено, жму кнопку окей. Закрываю это окно. Теперь открываю окно программы и здесь я выбираю флешку. Вот она она. Перехожу в нее. Теперь программа спрашивает, что нужно восстановить. Мне нужно восстановить всего лишь фото и видео. Поэтому документ я убираю, аудио убираю и другие файлы убираю. Оставляю только птички, где фото и видео. И теперь жму на кнопку сканирования выбранных типов файлов. Здесь выбираю все файлы. Здесь жму следующие. Здесь действуем по инструкции. Здесь жму понятно. И дожидаемся процесса сканирования. Видите, в углу написано 1% всего лишь отсканировано. Скорость сканирования будет зависеть от объема информации. Поэтому я жду пока будет 100%. Ребята, не буду я дожидаться 100%. В принципе, файлов было мало, поэтому сейчас я попробую их восстановить именно на 17%. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Снизу там, где проценты, есть кнопка стоп. Жму кнопку стоп. Дальше здесь жму кнопку да, то есть я останавливаю сканирование. И сейчас посмотрим, как же восстановятся файлы. Здесь жму кнопку понятно. Почему-то найдено 15 файлов. Вы сами видели, файлов было меньше. Теперь в этом месте галочками выбираю все то, что я хочу восстановить. Итак, здесь выставляю птичку и где видео выставляю птичку. И теперь жму кнопку восстановить. Теперь минуточку внимания. Если вы будете восстанавливать файл из жесткого диска, тогда вы должны создать новую папку. И восстанавливать информацию именно в другую папку. Не в эту, где вы ее утеряли, а именно в другую папку. Поэтому выбираем место в компьютере, куда вы будете восстанавливать. Я создал специальную папку, чтобы понимать, куда восстанавливать. Это папка с именем 3 тройки. Итак, выбрал ее и жму кнопку восстановить. И теперь жму кнопку восстановить и исправить. Дожидаюсь процесса восстановления. Чтобы обязательно было написано 100% вот здесь. Около 10 минут я ждал восстановления. На данный момент появилось окно восстановления завершено. И кнопка посмотреть восстановленный. Жму эту кнопку. Открылась вот эта папка, которую я заранее назначил. Начну с папки фото. Итак, выбираю папку, которая называется JPEG. И вот они 4 фотографии. Обратите внимание, что программа понимает, с какого смартфона была сделана съемка. Смартфон Xiaomi. Интересно, откроются они или не откроются. Открываю первую фотографию. Ребята, реально восстановилось. Так, все хорошо. Перехожу следующую смотреть. Также восстановилась. Эта фотография восстановилась. И эта. То есть, все 4 фотографии были восстановлены успешно. Теперь открываю папку, которая называется видео. Выбираю папку с названием MP4. Программа нашла 5 файлов. У меня было всего 4 файла. Сейчас я проверю каждый из файлов. Итак, выбираю по списку первый. Ребята, я снова всем привет. Отлично. Восстановилась. Это обрезки видеоролика. То есть, это видеоролик подготовленный для монтажа, для публикации кулинарного видеоролика. Открываю второй видеоролик. Ребята, всем привет. В этом видео мы хотели вам показать, как... Отлично. Вообще без проблем. Так, открываю третий видеоролик. Также восстановился. Открываю четвертый видеоролик. Тоже восстановился. И пятый видеоролик. Вот пятый видеоролик не открывается. То есть, это скорее всего прошлый видеоролик, который был давно на этой флешке. То есть, она восстановила те файлы, которые были после форматирования. Но вы все видели прекрасно. Я загрузил 4 фотографии. Я загрузил 4 видеоролика. И они были успешно восстановлены. Ребята, для проверки я специально отформатировал флешку. Чтобы на все 100% мне лично убедиться, что программа эта работает. Эмоции реально переполняет. Я просто в шоке от того, как сработала эта программа. Да, я остановился чуть ранее на 17%. Но я понимал, сколько у меня там файлов. Вы, конечно, так не делаете. Вы ожидаете все 100% восстановления. Процесс этот очень долгий. Но придется подождать. Для того, чтобы программа нормально сработала. Она не спеша сканирует. Она не спеша проверяет каждый сектор за сектором. И выдергивает эту информацию. Для этой программы я уже приобрел лицензию. И сейчас я показываю вам, как работает лицензия после покупки ключа. В бесплатной тестовой версии программа вам покажет найденные файлы. Но она их не восстановит. Нужно будет приобрести лицензию. Давайте посмотрим цену. Жму на кнопку купить сейчас. Если вы программу будете использовать разово. То есть один раз взять и восстановить файлы. Тогда лицензия стоит на один месяц почти 46 долларов. Если обратиться в какой-то компьютерный сервис и пробовать восстановить информацию. Поверьте, по деньгам выйдет ровно столько же, а то и больше. Почему? Потому что это процесс очень кропотливый и очень дорогостоящий. Цена зависит от объема удаленной информации. При больших объемах ценник возрастет в 10 раз больше от этой цены, которую вам предлагают купить лицензионный ключ на один месяц, чтобы восстановить большой объем информации. Сейчас я при вас проверил эту программу. Программа действительно работает и она способна восстанавливать файлы. Ссылка на этот сайт будет в описании под этим видеороликом и в первом закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.